Всем привет! С вами снова Ирина и тема нашего сегодняшнего занятия глагол to be по simple tense. Мы используем глагол to be для характеристики либо места нахождения кого-то, либо чего-то. Глагол to be у нас имеет две формы. Это was и were. Was, он имеет форму для I, I, she, it. То есть мы говорим I was, he was, she was, it, was. Переводится was в данном случае как был, была, либо было. I was, я был, he was, он был, she was, она была, it was, оно было. Дальше, were мы используем для we, you и they. We were – мы были. You were – ты был, либо вы были. They were – они были. Ключевые слова, которые нам указывают на прошедшее время, это yesterday, вчера, two hours ago – два часа назад, last week – на прошлой неделе, last month – в прошлом месяце, last year – в прошлом году. То есть to be, was, simple, имеет две формы – was и were. А теперь давайте посмотрим на образование предложений с глаголом to be. Плюсики у нас образовываются следующим образом. На первом месте у нас подлежащее. Подлежащее всегда у нас отвечает на вопрос кто, что. На английском подлежащее звучит как самчек. Далее, на втором месте у нас используется was, либо were. И дальше уже остальная часть предложения. Смотрим на пример. I was at home yesterday. Я был дома вчера. Мы подобрали was, потому что I, A, She, It используются с формой was. She was busy to always go. Она была занята два часа назад. Также she was – не she were, потому что I, A, She, It мы используем с формой was. They were ten last year. В прошлом году им было десять лет. Им исполнилось десять. Вот таким образом мы строим плюсики с глаголом to be. Минусы строятся аналогично, только после was, were мы добавляем частичку not. В плюсике частички not нет, а в минусе она присутствует. Was not сокращенно будет wasn't. Were not сокращенно будет weren't. Смотрим на пример. I wasn't at home yesterday. Я не была дома вчера, либо я не был дома вчера. Мы также берем wasn't, потому что I, A, She, It мы используем с was, не were. Дальше. She wasn't busy to always go. Она не была занята два часа назад. Мы также взяли was, wasn't, потому что A, She, It используют с was. И третий пример. They weren't ten last year. В прошлом году им не исполнилось десять. Возможно, девять, либо одиннадцать, но не десять. В данном случае у нас также weren't, потому что это they. Вот так мы образовываем плюсики и минусы. Теперь перейдем к вопросам. Вопросы мы всегда was и were выносим на тыл. Ставим их на первое место перед подлежащим. Например. Was she busy two hours ago? Она была занята два часа назад. Were they ten last year? Им было десять в том году, им изглубилось десять. Was it cold last Monday? Прошлый понедельник было холодно. Как нам дать ответы на эти вопросы? Если мы хотим сказать да, мы говорим yes, I hear she, it was. Для we, you, they мы выбираем следующее. Yes, we, you, they, were. То есть, yes, I was, yes, he was, yes, she was, yes, it was. Yes, we were, yes, you were, yes, they were. Если мы хотим сказать нет, мы говорим no, I wasn't, no, he wasn't, no, she wasn't, no, it wasn't. Для we, you, they мы говорим следующее. No, we weren't, no, you weren't, no, they weren't. Давайте попробуем ответить на эти вопросы. Значит, первый вопрос у нас был такой. Was she busy to always go? Была ли она занята два часа назад? Ну, давайте скажем, что была. Да. Значит, мы говорим yes. Дальше. У нас она. Значит, мы подбираем she. И для she мы подбираем was. И получился краткий ответ. Yes, she was. Обязательно после yes и no мы ставим запятые. Дальше. Will they tell last year? Им исполнилось 10 в прошлом году? Давайте скажем нет. Мы говорим no. Моя собачка тоже любит изучать английский. Изучает вместе с нами. No. Дальше. У нас подлежащие они. Значит, пишем they. И подбираем, смотрим, что у нас для нового идет. No, they weren't. Дальше. Was it cold last Monday? Давайте скажем, что да, было холодно. Yes. Подлежащие у нас it. Здесь была she. Yes, it. Yes, it was. Вот таким способом мы задаем вопросы с помощью to be и даем на них краткие ответы. А теперь давайте перейдем к упражнению. Немножечко отработаем эту тему. И теперь ваша задача – расставить was verb в нужные места. Я вам даю немного времени, минутку, затем возвращаюсь, и мы с вами проверяем, насколько вы усвоили эту тему. Let's start. Let's start. Отстан实ка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для I мы используем... Она была счастлива. She... Мы также используем... Was... She was... Happy... You at school... Ты был в школе... Да you мы используем... Were... You... Were at school... It's hot in the room... Было холодно в комнате... She... It... Мы также используем... Was... Ответ... Was... It was... They... Good friends... Они были хорошими... Друзьями... They... Were... Children said... Дети были грустные... Как нам поступить в этой ситуации? В данном случае у нас не местоимение... I... She... You... They... А существительное... Children... Мы мысленно должны себе... Children... Заменить на местоимение... Дети... Это они... They... Мы это делаем себе... В уме... They... А для... They... Мы используем... Were... Поэтому... Children... Were... И последнее... My sister... That's you last Sunday... Моя сестра была в зоопарке в прошлое воскресенье... Снова... My sister... My... We... They... Опять же... Sister... Это... She... Подставили себе... В уме... She... А для... She... Мы используем... Was... Поэтому... Ответ у нас... Was... My sister... Was... It is your last Sunday... Вот такая несложная тема... We will... To be... Just simple... Надеюсь, что все было для вас понятно... Ставьте лайки... Подписывайтесь на мой канал... Увидимся на следующем занятии... Пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...